Дорогие друзья, я приветствую вас из студии Славянской Церкви Христиан-Адвентистов 7-го дня города Сакраменто. Пролетела еще одна неделя, и мы вновь собрались вместе с вами для того, чтобы исследовать Божье Слово. Послание апостола Павла в общину города Эфес. Сегодняшнее наше размышление носит общее название «Тело Христово». И, дорогие друзья, конечно же, нам очень хотелось бы, чтобы вы не просто слушали нас, а действительно изучали это послание. Чтобы вы сами разбирали его кропотливо, читая текст за текстом, с молитвой, прося мудрости у Святого Духа. Мы очень благодарны вам за то, что вы оставляете свои комментарии, за то, что вы делитесь этим видео, за то, что вы подсказываете нам, что нужно улучшить, что нужно подправить, за то, что вы относитесь к нам как к живым людям, которые также могут допускать ошибки. Поэтому мы просим, подсказывайте и продолжайте исследовать это слово вместе с нами. Дорогой Господь, Творец неба и земли, мы вновь обращаемся к Тебе и искренне благодарим Тебя за еще одну возможность, вместе собравшись читать Слово Твое. Мы просим, чтобы Дух Твой Святой наполнял сегодня наш разум, наше сердце, как это делает Он всегда. Просим, Господи, также за наших зрителей, чтобы Дух Твой Святой управлял и ими тоже, Господи. Мы просим одного, веди нас с рукой Твоей по этому жизненному пути, чтобы наше направление в Царствие Небесное никогда не было сдвинуто ни вправо, ни влево. Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя за услышанную молитву. Аминь. Аминь. Итак, Единое Тело Христово. Мы продолжаем наше путешествие по этой интереснейшей книге, дорогие друзья, которая наполнена практическими опытами, примерами и призывами к ежедневной христианской жизни. Я хотел бы, чтобы мы начали читать первые три текста из четвертой главной послания в Ефес. Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас, раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания. Будьте скромны и кротки. Относитесь друг к другу с терпением и любовью. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Итак, мы видим, что апостол Павел продолжает это послание, продолжает призыв к единству. И в своем призыве он использует такие слова, как смиренно-мудрие, кротость и долготерпение. Я думаю, что очень многие, живущие в этом мире, сегодня скажут, что эти качества вообще никакого отношения к единству не имеют. Единство поддерживается с помощью дипломатии, с помощью договоров, с помощью власти, с помощью средств, но никоим образом не этими качествами, которые мы перечисляли. И все же я хочу, чтобы мы с вами подумали, как эти качества могут помочь нам объединиться, как Церкви Божьей, если могут помочь. Как мы можем с вами научиться культивировать и развивать в себе эти добродетели, если необходимо. А может быть, они нам и не нужны. Я хочу вернуться вот к началу. Вот ты сказал очень интересную мысль, что в современном мире используются совсем другие инструменты для того, чтобы создавать мир или мирные договоры. Но когда мы читаем этот отрывок, мы понимаем, что Павел говорит не о внешнем проявлении. Ну, то есть, когда все выглядит благополучно. Вот все друг к другу улыбаются, пожарят друг другу руки, и вроде бы все хорошо. Он говорит о том мире, который исходит изнутри. Когда вот этот мир и согласие, они существуют на уровне твоих чувств и эмоций, на уровне твоих размышлений. То есть, когда нету какого, он в другом месте скажет, какого-то горького корня, который тебя угнетает. Да, внешне ты улыбаешься, внешне ты говоришь приятные слова, но внутри тебя разъедает там какая-то злость, обида или ненависть. И вот для того, чтобы мир был вот такого характера, то вот нужно здесь скромность, кротость, терпение и любовь. Спасибо. У меня этот стих, вот этот вот, этот даже призыв, такие воспоминания находят. Когда мы были в очень консервативной среде, то вот как Роман упомянул, не внешне такая вот, такая кротость, смирение такое, то, к сожалению, бывают, ну, консервативные круги и другие круги как бы ударяют, делают ударение на внешнее вот такое вот выражение. И бывает, наблюдаешь за людьми, ну, я был ребенком даже, я, как бы, мне было без разницы, как там человек себя ведет. И ты замечаешь, как он, например, как он важно себя ведет в церковном здании во время служения, выходит, как бы, и как он относится с другим человеком совершенно, когда его нету, как бы, в церкви. И, ну, это показывает показатели человека. И вот как Роман подтверждает, это внутреннее состояние, которое человек живет, это его естество. И да, бывает, человек срывается, мы про это не говорим, но у него все в гармонии с этим. И другой момент, который вот особо для меня подчеркнул, вот, такое практическое применение для церкви непосредственно. Когда мы пришли в адвентийскую церковь, мы знали, что есть нагомовение, что есть такой обряд. Вот, я бы сказал, ритуал, да, обряд. И для меня было жутко интересно, как пробу, что это вообще такое, как там вообще моют эти ноги. Вообще-то это странно. Было очень интересно, конечно. И я первый раз его испытал, то понял, что этот изначально это такой акт смирения. И если есть у тебя спор с братом, то пойди по моему ноги. Вот буквально подойди и скажи, брат, вот дух не стоит к тебе, давайте по мою ноги, чтобы я смирился. И получается, я не знаю, что может быть выше этого, что может быть продемонстрирует твое смирение больше. Мне кажется, если мы так внутри поставим себя на путь такого, что давай я помою тебе ноги, потому что это демонстрирует что? Интерес личности другого выше твоей. Для меня вот это вот, вот такой был контраст всегда, как бы я, откуда я пришел, куда я пришел. Для меня так приятно и такая демонстрация вот физическая для церкви. Спасибо, Илья, большое за твой опыт. Ну, эти три момента, которые Павел упоминает здесь, они в корне меняют, скажем, ситуацию в церкви. Потому что здесь говорится, мы все люди, мы все интерактивно общаемся друг с другом. Церковь это не кто-то один, это общество. И для того, чтобы общество было, ну, скажем так, одинаковое или думало одинаково, мыслило, скажем, двигалось, то эти моменты нужны. В принципе, по каждому можно говорить очень долго. Смиренно-мудрее тут само слово говорит о том, что с мудростью поступайте смиренно. То есть, понимая ситуацию, пришел ли брат только вчера в церковь, может он еще не понимает что-то, может Бог кому-то еще не открыл что-то, понимаете. А потом мы видим кротость, это, ну, знаете, чувство собственного достоинства. Я тут уже 40 лет, а вы только приехали, поэтому будет, как я сказал. Или что-то в этом роде, здесь мы понимаем, о чем говорится. И долгое терпение, потому что терпение нужно во многих вопросах. Вообще, сам Господь проявил терпение даже к Люциферу. Потому что, если бы не было терпения, он бы решил этот вопрос сразу там же. Поэтому нужно терпение, чтобы проявилось, чтобы было видно, работа с человеком. То есть, это процесс, который внутрицерковный процесс, который должен происходить на постоянном уровне, чтобы церковь была единым обществом. Спасибо большое. То есть, мы можем с вами смело сказать, что, в общем-то, апостол Павел пишет о тех качествах, которые в жизни своей проявлял Христос, когда пытался из них, из разрозненных учеников. Ну, да, мы знаем, что апостол Павел позже пришел, ему было открыто особым образом. Но все же он слышал эти истории, да, что происходило там среди учеников, и как Христос постоянно проявлял к ним и смирение, да, и кротость, и снисхождение. И он же все-таки сформировал из них единую церковь. Посмотрите, как они совершали проповедь Евангелия в первые времена. Их даже не мог остановить ни император, ни иудейский, или какие-то другие гонения. По сути, это тот призыв, который давал Христос в Евангелиях. Он говорит, что нужно отказаться от собственной значимости и сосредоточиться на ценности других людей, которые живут вокруг тебя. Которые, вернее, не живут, а приходят с тобой в эту общину. Если каждый из нас будет поступать подобным образом, то, естественно, наше тело, как церковь, оно будет становиться единым. На самом деле, это вообще настолько сложный вопрос. Ну, вот даже последняя фраза, которую ты сказал. Отказаться от собственного достоинства или каких-то своих желаний, своих каких-то прерогатив в пользу того, кто рядом с тобой. Абсолютно согласен. Потому что само выражение сказано, живите достойно вашего призвания. То есть тебя кто-то к чему-то призвал. И так как мы являемся последователями Иисуса Христа, то кто и к чему, это ответ только один. Иисус Христос и к тому же образу жизни, который он сам вел. И мы знаем, как он относился к врагам своим. Как он относился к тем, кто его хулил. Как он на кресте говорил, господи, прости им, потому что не знают, что они делают тем, кто его распили. Я понимаю, но сегодня же бытует совсем другие ценности, другие принципы. Сегодня очень часто можно встретиться с такой мыслью. Что для меня мнение других людей? Я же тоже человек. Даже можно так сказать. Я же тоже в створении Божьем. И почему я должен с кем-то считаться, а со мною не хотят считаться? Почему я должен смотреть, что думают другие? Ведь я же имею чувство собственного достоинства. У меня тоже могут быть свои взгляды, тоже могут быть свои мысли. И вот действительно, как найти тут вот этот баланс, чтобы, знаете, как в народе говорят, тебе не сели на шею и не спустили ноги, и просто пользуются твоей добротой. И в то же время, чтобы это не была какая-то, знаете, борьба за власть, за управление, за еще что-то. Где-то должен быть вот этот баланс. Где-то должен быть вот этот баланс. И вот как этот баланс найти, мне кажется, что тут даже сложно найти какой-то универсальный ответ на этот вопрос. Потому что ситуации бывают настолько разные, как Вася сказал. И в каждой конкретной ситуации, тут интересно вот это выражение в синодальном переводе, смиренно-мудрее. Не просто смирение и не просто мудрость, а смирение с мудростью. То есть иногда это смирение надо проявить, и это будет мудро. А иногда не мудро будет проявлять это смирение, потому что это ни к чему хорошему не приведет. И мы знаем, что если, например, мама потакает постоянно своему ребенку, она вроде смиряет себя. Может она и хотела бы другого, но раз ребенок хочет, она уступает ему. Но мудро ли это будет, если она всегда так будет поступать? Конечно же будет не мудро. И тут мне кажется, что есть какие-то универсальные моменты, которые мы можем сказать. Если кто-то тебя просит пройти милю, иди две мили. Лучше уступи. Лучше пускай ты что-то потеряешь. Ну в общем, ты потом выиграешь. Чем ты будешь бороться за какую-то правоту? А кто-то вот сказал, а я хочу доказать, что это было так и не так. И вот начинается вот это припирание. Лучше уступить, лучше смолчать. Но иногда мы понимаем, что иногда нужно сказать. Всегда понятно, надо просить Бога, чтобы мы могли это сказать с любовью. Не желая просто себя, знаете, выпечить. А вот именно, чтобы иногда истина восторжествовала. Иногда там речь идет о имени, я не знаю, имени церкви. И надо отстоять какой-то принцип. Но это очень непростой вопрос. Мне кажется, что какого-то, повторюсь, какого-то универсального средства на все случаи жизни, очень сложно сейчас найти. Хотелось бы вот, братьев, слушаю. У нас даже вот в коммерческом мире есть определенные правила и законы для тех, кто входит в отношения с другими людьми. Например, когда покупают дом здесь кто-то, то, скажем, риалтер не прошел неплохой вариант. Ища дом для своего клиента, он нашел неплохой вариант. Он не имеет права. Когда этот дом, говорится, зага по тебе, он должен, потому что он был как агент, действует как агент. Интересно. Интересно другого. Да, у нас есть правила. Это относительно и к бухгалтерам, и к адвокатам. Кто входит в отношения с другим человеком для этой цели. Вот буквально на днях был такой кейс, где этот вариант очень неплохой, скоро на рынок выйдет. И до того, как все этот... И есть такая возможность, многие так делают, нарушая закон, эксплуатируют ситуацию и как бы становятся бенефициарами брендной сделки. Это вокруг. У нас есть законы против этого. Вот слушая все это, это на прямом смысле слова, когда мы работаем или встречаемся с другими людьми, всегда идет интерес к кого-то другому. Не коммерческий, если, конечно, применим закон к нам, то, конечно, и коммерческий, но вообще интерес внутренний, что я делаю это ради любви. И если мы это ради любви делаем, то не то, что мы делаем это без мудрости, как отвечая глупому по глупости его, вот как тот пример, а с интересами для него. И это подразумевает не абсолютно все отдать, а иметь определенную какую-то грань. Так что, как Роман говорит, да, действительно, мы не знаем и очень сложно дать одинаковый ответ на все ситуации, но, как всегда говорится, мы, если отдаемся водительству своего духа, святого духа, и мы в таком состоянии, чтобы мы могли его голос услышать. Потому что бывает, мы в таких дебрях, что мы его никогда не услышим и думаем, как он нас будет вести. И тогда вот в этих ситуациях, когда мы открыты и движим его любовью, я думаю, что Бог каждому из нас даст ответ, особенно, если мы искренне этого просим. Нет универсального правила, но есть, я так думаю, универсальная планка, к которой мы должны тянуться. И Павел здесь вот в заключении второго стиха, он и говорит, снисходя друг к другу любовью. Вот именно любовь, это та планка, к которой мы все должны тянуться. Если мы будем любить друг друга, то и долготерпение, и кротость, и мудрость проявится, понимаешь, если мы любим друг друга. Но если мы ненавидим или просто не любим друг друга, то ничего нам не поможет из этого. Да, братик, спасибо вам большое, я с вами согласен. Дорогие друзья, очень легко говорить об этих текстах, читать эти тексты, о смирении, о кротости, о снисхождении. Сложнее в жизни, я даже здесь вдохну, сложнее в наших семьях, сложнее у нас в церквях, сложнее у нас на работах. Но если мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, ведь он жил с обычными грешными людьми, с такими, как мы, которые делили, ненавидели, спорили, ругались, строили свои планы и козни. Но он старался все вот эти принципы, о которых апостол Павел пишет, воплотить в своей жизни, и он их показал в жизни, как пример. И он сказал нам, возьми свой крест и следуй за мной. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы вы просили у Бога в решении всех ситуаций, у вас в общинах, чтобы было бы больше мира, чтобы в наших домах было с детьми, с мужьями, с женами больше мира, на работах. Просите у Бога, чтобы у нас была эта кротость, смирение и благотерпение. И я верю, что это те принципы, на основании которых мы можем быть едины в тех церквях, домах, в которых мы находимся. Пожалуйста, давайте прочтем с четвертого, с третьего текста по шестой. стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение и один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Так есть, сложно не заметить. Вот это слово, которое постоянно повторяется. Одно, одно, одно. Пожалуйста, хочу, чтобы вы прям прочитали вот то одно, почему оно здесь есть, как вы думаете и какую мысль хочет донести апостол Павел до нас вот этим списком. Зачем этот список здесь? Ну, посмотрите, до грехопадения это было все одно. Один, как бы, организм. Вот вы когда-то наблюдали за муравьями, вроде бы они там бегают, суетятся, все, но вы посмотрите, это один организм. Они действуют все вместе. Вот и Павел хочет, чтобы церковь достигла вот этого и он напоминает, что один Бог, один Дух, один Господь. Понимаете, все едино. И он старается и церковь подтянуть к этому идеалу, чтобы вот этого единства, которое оно есть на небесах, чтобы оно и присутствовало здесь на земле. Ну, мне кажется, мы должны понимать, что когда мы говорим тут о единстве, ну и Павел говорит о единстве, он не имеет в виду единообразие, да, потому что все равно мы разные личности, мы эмоционально разные, мы воспринимаем информацию по-разному, мы проявляем эмоции по-разному, поэтому кому-то будет нравится, ну давайте я в эту сферу перейду, кому-то будет нравиться псалмы повеселее, кому-то наоборот будут нравиться псалмы посерьезнее, по там, лирической, вот такой лирической ноткой, кто-то будет живой, быстро принимать решение, сразу готов будет двигаться вперед, что-то там преодолевать какие-то барьеры, другой будет больше думать, анализировать, говорить там, слушайте, ну не спешите, честно, кого-то будет тянуть более в левую сторону, кого-то будет тянуть в более правую сторону консерватизма, но вот то, что мы такие разные, но если мы имеем одну цель, прославить Бога, вот как мы говорили в предыдущей части, чтобы между нами царила любовь, гармония, то это только плюс, это баланс, да, кто-то кого-то подталкивает, кто-то кого-то наоборот придерживает, кто-то рвется вперед к чему-то новому, а кто-то говорит, подожди, подожди, давай сначала разберемся подетальнее, чтобы понять, что это на самом деле и знать эти грани, которые не нужно переходить, ну то есть вот это многообразие, но с единой целью, с единым желанием, повторюсь, прославить Бога и чтобы воцарилась любовь во взаимоотношениях, это наверное вот тот идеал, к которому мы должны стремиться. Вообще вот я всегда люблю сравнивать церковь с футбольной командой, потому что там 11 человек бегают вроде бы в разные стороны, но у них одна цель, мяч должен попасть в те ворота, и каждый выполняет свою задачу, кто-то в нападении, кто-то в защите, кто-то подает, кто-то принимает, кто-то имеет сильный удар, кто-то быстрее бегает, понимаете, то же самое в церкви оно происходит, кто-то ходит там с длинными волосами, с короткими, ну это, понимаете, это мелочи, но суть в том, единство команды, оно заключается, когда команда сработанная, она играет хорошо, то же самое церковь, понимаете, если мы достигнем вот такого единства, понимания, взаимопонимания, Понимаете, когда игроки, они на поле, они друг на друга посмотрели, они уже поняли, что нужно делать. То же самое в церкви, понимаете. Не то, что пастор должен выходить и клянчить, давайте, братья, будем проповедовать, давайте будем делать добро. Нет, это как единый организм, который должен просто, как вот эти шестереночки, которые заходят так красиво, понимаете. То же самое в церкви должно происходить. И Павел вот он старается, вообще он во всех церквях это старался, не только в Ефеске, он и в других церквях, и в Каринфе, и в других местах. Но здесь он более ярко это все описывает, он старается вот эту церковь, потому что там, в принципе, там пришел весь сброд, кто только не был в той церкви, понимаете. Большой город. Да, и разные национальности, и греки, и евреи, и кто его знает, и из Африки там были, скорее всего, и так далее, и тому подобное. Поэтому Павел старается вот эту церковь, он тянет вот к этому идеалу единства. Да, вот Василий и Роман украли мою мысль, как говорится, но хотелось бы продолжить. Да, мне очень интересно, потому что я смотрю на этот отрывок исключительно из ракурса цели. Вот, как и вы все призваны к одной наздежью вашего звания. Я в церкви не один год, и бывает, но в церкви разногласия. И это помогает сосредоточиться. Подождите, мы же все идем в одной цели. Да, Вася с Федей не поделил, и все такое, но мы же одной цели идем. Но хотел бы продолжить. Ведь фундаментальное единство – это не чисто религиозный концепт. Вот даже взять коммерческую сферу, вот работал на компанию большую, и это то же самое. Есть начальство, есть каждый департамент, отдел, он ответственный за определенную задачу. Есть рапорты, встречаемся каждую неделю, я был свидетелем, мы долгое время, около 10 лет работали в таких обстоятельствах, встречались каждую неделю. Каждый отдел давал отчет начальству, работает, не работает, почему не работает, что нужно сделать, чтобы решить проблему, потому что наша цель что? Это доход. Ну, чисто в коммерческий доход нету, увольняем, забираем, закрываем отдел, потому что он приносит убыток, а не прибыль. Как бы концепция единства, когда люди собираются для одной цели, это не религиозно, это самый обычный компонент, который везде употребляется. В контексте нашей церкви мы здесь, не ради, конечно, дохода, мы ради единой цели. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, если мы видим эту цель, я вот практически это видел, вот у нас цель, скажем, в компании, это принести доход, чтобы всем было хорошо, чтобы все было зарплата, получали мы хорошие, как бы, ну, от компании и плюсы. Вот. И сразу разногласие уходит, когда все понимают перспективу, зачем мы вообще это делаем. И все это само просто уходит. Так что сильнейшее ударение всегда в церкви, это на нашу цель, потому что я с Васей буду на небесах, мне лучше с ним сесть договориться, чем потом. Я извиняюсь по силе, как бы, ну, вот. Вот. Вот для меня вот этот отрывок кричит целью, кричит. И второй компонент хотел бы заметить, что сравнивая церковь с телом, мы, скорее всего, больше поговорим об этом еще раз, это не значит, что, как бы, это сравнение абсолютное. Как бы, это чисто в общем пример. Как бы, не значит, что мы сейчас должны еще пальцы приписывать кому-то, ты у нас будешь пальцем оказательным, а ты средним. Да, здесь тоже не говорится, что это, в общем, как иллюстрация, как внутри органа работают вместе для достижения одной цели. Как бы, так и в этом сравнении. Окей. Хорошо, друзья, я еще раз хочу обратить ваше внимание. Смотрите, какие интересные вещи здесь получаются. У нас первое есть одно, это тело. То есть, это церковь, да? Эта церковь, в этой церкви есть глава, написано, второе, смотрите, дух, да, который действует, и мы чуть позже будем говорить, раздает дары, да? Есть Господь, или Иисус Христос, который глава этой церкви, и благодаря которому эта церковь вообще существует. И написано, и один Бог и Отец всех. Вот это очень важно. Понимаете, что Бог не просто назван апостолом Павлом Богом, да, неким трансцендентным, удаленный, но он назван и отцом. А отец это тот, который близко, да? По сути своей, это как бы семья. Бог есть семьи, Бог наш отец духовный. Ну и вообще наш отец. И у нас остается только надежда, которая питает и поддерживает верующих, вера и крещение. То есть, те основные вехи, когда человек приходит ко Христу, мы с вами читаем, много это в Евангелиях, да, и даже мы читали об этом в Ефесе, что была проблема. Они приняли крещение, но немножко не то, да? Приняли Иоанново крещение, а нужно было принять бы крещение в Иисуса Христа, чтобы Дух Святой там присутствовал также. Но и вера, и надежда. Какая у нас надежда у всех? Надежда на то, что однажды, Павел говорит, надежда наша не подстрижает, да, что однажды небеса развернутся, и мы снова, Господь придет за нами, и мы будем там вместе с ними. Вот это вот те моменты, вот я хочу подвести под то, что Роман говорил тоже, что именно вот эти моменты нас объединяют, понимаете? То есть, ну, не наши волосы, песни, язык, предпочтения какие-то, а именно вот эти моменты. Крещение, которое мы совершаем, веру, которую мы имеем, да, значит, надежду и, естественно, тело, в котором мы находимся, где есть глава Христос, Дух Святой раздает свои дары, и Бог как Отец. Я бы хотел чуть-чуть уйти в сторонку от наших размышлений и остановиться на вот вопросе крещения, потому что сталкивался с такой точкой зрения, что, ну, если я один раз был уже крещен, то какой смысл мне там еще раз креститься, да? Когда мы сталкиваемся с православными людьми, они говорят, ну, нас же в детстве крестили, то есть какой смысл сейчас опять заключать завет с Господом, мы же уже в завете с Господом. Ну, и даже люди из других деноминаций, мы же знаем, что эта практика существует, да, если кто-то приходит из другой деноминации, то ему говорят, слушай, ну, тебе, наверное, надо заключить завет с Господом, он говорит, так я же крестился, и уже даже не в детском возрасте, а уже в сознательном возрасте, а Павел говорит, что одно крещение. Если я был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, то как бы в чем проблема? Но мы понимаем, что кроме формы крещения, что она есть одна, да, так как Христос там оставил пример, когда Он говорит, идите, научите, потом крестите, а потом дальше продолжайте учить всего того, что я вам заповедовал, да? То есть сначала научить, потом только крестите, мы знаем, что крещение должно быть полным погружением в воду, так как Христос был крещен, и потом мы дальше продолжаем учить. Это форма, вот так можно сказать. И есть еще и сущность этого всего. Тот же апостол Павел скажет, что крещение – это прообраз смерти и нового рождения, что мы в Иисусе Христе умираем для греха и рождаемся заново. И когда мы говорим, когда он здесь говорит одно крещение, то я бы сюда вложил осознание, вот наше общее осознание, что заключил завет с Господом, мы умерли для греха, вернее так скажу, для греховной жизни. И родились для новой жизни в Иисусе Христе. И если каждый человек это осознает, то он понимает, что я не могу спокойно относиться к тому, вот как мы чуть раньше говорили, да? Когда проявляется эгоизм, когда проявляется гордыня, когда проявляется зависть, корысть. И я сказал, что это нормально, потому что, ну, я что человек, то есть это нормальные качества. Да, для греховного человека или для человека, который жил во грехе и считал, что это нормальный образ жизни, то эти качества или проявления, они нормальны. Но для человека, который родился в Иисусе Христе, то есть умер в крещении для старой жизни и родился для новой жизни, он будет понимать, что это ненормально. И Илья тут, мне кажется, говорил, но если это где-то проявляется, то я сразу говорю, Господи, прости. Я брату говорю, извини, пожалуйста. Почему я говорю, почему прошу прощения? Потому что понимаю, я на самом деле умер, и это проявление, это ненормально. Да, они могут проявляться, потому что старый человек, он будет рваться наружу, но в том-то и дело, что мои отношения с Богом, мой завет с Богом, он призывает к тому, что все же я должен возрастать вот в этих качествах любви, прощения, терпения, а не вот в тех качествах, для которых я умер. Да, такой у нас интересный, дорогие друзья, реверант в сторону практического использования. Я хочу поддержать нашего пастора еще тем, что, да, формула крещения одна-одна, друзья, во имя Отца и Сына и Святого Духа и полным погружением. Если вы не совершали такого крещения, то нужно задуматься. Но мы не должны забывать, что есть еще здесь в этом списке слово «одна вера». И как раз-таки в апостол Павел, когда пришел в Эфес, он столкнулся с тем, что были люди крещены. Он у них спрашивает, как вы были крещены. Они говорят, что наше крещение было в знак покаяния. Что дальше он делает? Он призвал народ верить в того, кто грядет после него, в Иисуса. То есть после того, как Павел рассказал им об Иисусе более подробно и четко, то есть привел их к единству в вере, он говорит, а теперь, друзья, мы совершаем повторное крещение. И вот это очень важно. Даже если вы когда-то были крещены, но вы не знали всей полноты истины, или не видели всю эту полноту истины, или вам нужно что-то еще понять. Друзья мои, нет никаких сложностей в том, чтобы вам, узнав эту истину, придя в единство в вере, принять еще одно крещение. Пусть дает вам Бог мудрости, как поступать в данных ситуациях, но это важный момент. Единство веры, единство надежды и единство крещения. Ну что же, мы продолжаем, друзья. Пожалуйста, прочтите с 7 по 10 текст. Каждому из вас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, принял плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, не шедший он и же и есть, и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Хорошо, я надеюсь, наши дорогие зрители с первого раза уловили главную мысль этого текста. Но этим мы остановимся. Так интересно написано апостолом Павлом, что нужно потихонечку разобраться. Давайте разберемся, что здесь, о ком, кто куда пошел, кого пленил, чего он тут раздавал. Что это вообще такое происходит? Знаете, давайте я прочитаю в другом переводе. Поэтому и сказано, он поднялся на высоту, пленил пленных и дал дары людям. И дальше 9 стих. Поднялся означает не что иное, как то, что он прежде спускался вниз на землю. Этот спустившийся и есть тот самый, кто поднялся выше небес, чтобы наполнить собою всю вселенную. Мне кажется, тут чуть проще и понятнее. То есть речь идет об Иисусе Христе, который поднялся на небо, чтобы упросить Отца Небесного дать сил или дар Святого Духа всем тем, кто живет на земле. И Павел говорит, раз он поднялся, значит он перед этим спустился. И так оно и было. Если посмотреть хронологически, как это все происходило, то мы знаем, что Христос спускается на нашу землю для того, чтобы совершать служение свое вот на этой земле в человеческом облике. Он, как никто другой, понял проблемы, с которыми сталкивается человечество. Понял всю ту боль, греха, которую он приносит, этот грех в жизнь человека. Он увидел и большое стремление людей освободиться от этого греха. То есть эти люди принимали Иисуса Христа. И когда после завершения вот этого части плана спасения на земле, после того, как он умирает на Голгофе, воскрешает и поднимается на небеса. Помните, он говорит, я иду и упрошу Отца Моего, чтобы поставил вам утешителя. И мы видим, что в день Пятидесятницы этот утешитель спускается на землю с большой силой, даруя людям разные дарования, таланты для того, чтобы проповедовалась Евангелие и вот эта весть благая по всему миру. Вот что означает сошел и поднялся, чтобы, как тут сказано было, наполнить собою всю вселенную. Чтобы Дух Святой наполнил всю вселенную и его сила, влияние, оно вот таким образом действовало через его последователей. Спасибо. Апостол Павел здесь отписывает события, которые произошли на 50-й день после его смерти, в принципе. Мы понимаем, это его вознесение на небеса. Откровение нам немного более приоткрывает, что это произошла его коронация, скажем так. И в этот момент изливается Дух Святой на землю в виде языков, на учеников. И потом он, в принципе, наполняет всю землю своим служением. Поэтому это вот это. Немного Павел, как всегда, любит закрутить. Он из Ветхого Завета взял этот текст. Да, потому что цитаты мы понимаем, о чем это. Но современному человеку это очень сложно. Даже в современном переводе не всегда очень легко это воспринимать. Интересно, 10 стих. «Этот спустившийся и есть тот самый, кто поднялся выше небес». Это вообще взрыв мозга. Но здесь стоит вспомнить слова Иисуса Христа, что когда придет утешитель, он не будет говорить сам от себя, но только то, что услышит, то и принесет. То есть это то, что Христос говорил, я и Отец, мы одно, ну это одно. И то же самое и Дух Святой, он не будет говорить сам от себя, но только то, что услышит. То есть он тоже вот в этой, извините за выражение, компании, он тоже заодно в этой команде. Поэтому и тот, кто поднялся, то есть Иисус Христос, и тот, кто спустился, Дух Святой, это одно и то же, потому что это Бог, ну как мы говорим в триединном проявлении. Да, здесь, конечно, я ничего не смогу добавить после такого обобщения. Но хотелось бы сосредоточить на 7 стих. Каждому уже из нас дана благодать по мере дара Христова. Как бы, смотря, как бы, на самом деле, не совсем ясный стих, как бы, Бог дал каждому дар, каждому по своей мере. И у каждого есть, и, кстати, вот следующую главу мы будем обсуждать, именно вот сегмент, именно о том, как это будет выражаться. Ну, как бы, для меня это очень такое хорошее суммирование. И когда я вырос, ну, рот был поменьше, как бы, для меня был тоже очень запутанный стих. Но я понимал, в принципе, что каждому Бог дает благодать, которую он принес для каждого. Спасибо, друзья. Итак, как вы сказали, уже апостол Павел берет Псалом 67. В общем-то, это мессианский Псалом. Он берет из него один текст, который говорит о том, как поступает Бог. И дальше с 9 по 10 текст мы видим, это, по сути, пропасть или толкование апостола Павла на этот текст. И, как братья уже сказали, это еще раз нам показывает о той миссии, которую Бог совершил через Отца и Сына для того, чтобы спасти нас. И, с другой стороны, для того, чтобы нам дать все необходимое, чтобы мы могли, как тело Христово, совершать свою миссию на этой земле. Мне очень понравилась мысль, которую сказали братья, дорогие мои друзья. Бог по милости и благодати дал свои дары каждому. Поэтому подумайте, какие дары дал Бог вам, и насколько вы можете использовать, или, может быть, уже используете эти дары для единства тела Христова. Мне очень хотелось, чтобы мы зачитали сейчас 11 текст. И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христова. Роман, пожалуйста, еще и 13-й зачитайте. «До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства». Итак, мы видим, что Павел здесь приводит список тех даров, которые вот буквально в предыдущих текстах Господь нам дает по милости своей и благодать. Посмотрите, какие именно здесь дары он перечисляет. И мы знаем, что в других своих посланиях он также приводит некие списки даров. Чем-то отличается этот список от тех? Может быть, этот уже наиболее правильный, оконченный? Или же мы можем что-то сюда еще добавить? Как относиться к этому, если вдруг кто-то будет читать и скажет, слушайте, а у меня этого нет. Что делать таким людям? Ну, мы видим здесь, что Павел представляет по сути четыре таких группы даров для служения. Давайте мы еще раз их перечислим. Это апостолы, пророки, проповедники и пастыри и учители. Вообще, мне кажется, что здесь он перечисляет как бы лидерские такие направления в служении. Потому что в основном это те, кто учит и те, кто руководит. Но с другой стороны, помните, есть такой текст в Священном Писании, что вы род и избранные царственные священства. Ведь каждый из нас на своем уровне может быть проповедником, может быть лидером, наставником или учителем. Просто кто-то это служение выполняет на уровне всей церкви, кто-то это служение выполняет в классе субботней школы, кто-то выполняет это в детской группе, кто-то выполняет это у себя дома, в своей семье. То есть, все равно на каждом уровне у нас есть какая-то сфера влияния. И он говорит, что это дар дан каждому. Просто у каждого на своем уровне он проявляется. И мы должны совершать это служение. Потому что именно совершая таким образом это служение, проповедуя, ведя людей к Иисусу Христу, мы ведем их к единству тела в одном служении. Смотря на этот стих, конечно, могу немного не согласиться с тобой, потому что здесь говорится, он поставил одних туда, других туда. Понятно, что мы можем исполнять эту роль как бы в разных функциях. Но все-таки ярко выраженное, человек обычно имеет что-то одно. Есть таланты, которым дано все. Как говорится, все таланты. Но в основном каждый человек может исполнять. Знаете, вообще-то я в Америке это очень четко и ясно понял. Если ты умеешь делать что-то, делай что-то одно и хорошо до конца. Не распыляйся. Знаешь, как у нас в бывшем Советском Союзе, ты должен был быть мастером на все руки. Ты должен был делать все. И оно так получалось, к сожалению. Здесь же в основном очень узко профилированная профессия у тебя. Ты делаешь одно, но ты делаешь идеально просто. То же самое здесь, я думаю, говорится, что Господь. Он поставил одних апостолами, другими евангелистами, учителями. И дал, соответственно, дары определенным людям, которые могут совершать это. Но я бы сказал на высшем уровне. Да, я думаю, что из слушателей и из вас, братья, бывает, может быть, вы вспомните, в церквах были люди, как бы такие мужи старые, такие. Они, бывает, не несли официального церковного сана, к ним всегда приходили за советом. Ну, такие были. И в молодежи, например, когда я рос, был такой человек. Он в церкви был самым простым проповедником, но к нему ушли как пастору. И это научило меня очень одному простому. Бывает, есть формальное церковное назначение, скажем, ну, как мы привыкли это видеть, что ты пастор, ты там учитель и все такое. А я понял, что это состояние сердца. Если мы состояние сердца примем такое, то на самом деле, как Роман говорил, мы становимся пасторами. И если мы открываем, потому что сердце наполнено любовью, мы стремимся к одной цели. И к тебе люди текут. И бывает, смотришь на этого человека, а вокруг него люди. Откуда вокруг него люди? У него ничего нет. И как бы это тоже говорит, что бывает многие из нас, и у меня был такой, к сожалению, опыт, когда там смотришь и как будто не признала церковь, ну, бывают такие моменты, и думаешь, Господь, я нужен вообще или нет. То, чтобы не разочаровывались, потому что Бог и Дух Святой всегда ведет своим путем, и Он открывает сердце. Чтобы независимо от всяких обстоятельств, нужно нам все равно действовать, как мы думаем и как люди из нас видят, вот с этими дарами, с этими подарками, которые Бог нам дал. А сегодня есть апостолы и пророки? Или как-то уже ограничено наш Дух Святой не работает в этой же сфере? Ну, понимаете, тут тоже интересно. Я почему вот так именно повел свою мысль? Потому что, ну, давайте так, пастор, тут есть такое, да? Должен ли он быть проповедником? Должен ли он быть учителем? Ну, то есть, проявляет, должен ли он проявлять себя и как учитель? Должен ли он проявлять себя и как наставник? Так он во всех сферах, то есть, вышеперечисленных, он должен проявлять себя. Проповедник, ну, или, как мы сказали, пророк, да? Пророки и пророки. Мы же понимаем, что пророчество, вообще, если копнуть уже глубже, то музыканты во времена, там, Ветхого Завета, они тоже были пророками. То есть, они относились к этой группе. Мы знаем, что пророчествовали цари и так далее. И что означало пророчество? Он просто пел, дух на него сошел, и он начал петь гимны, проставляя Бога, и это был дар пророчества. То есть, по сути, само слово пророчествовать, это прорекать слово о Боге. Или же прорекать слово от Бога. А теперь вопрос, когда ты стоишь за кафедрой и говоришь слово Божье, обращаясь к людям, ты что делаешь? Пророчество. Но мы знаем, что было много пророков, которые не предсказывали будущее, а наоборот указывали на ошибки народа Божьего и говорили, слушайте, последствия будут такими и такими. Потому что в книге законов написано. То есть, им даже не надо было какого-то особенного откровения. Надо просто было внимательно исследовать Священное Писание. Поэтому мне кажется, что с одной стороны это проявляется и сегодня в полной мере. Но с другой стороны, все же, исходя из времени, исходя из обстоятельств, Бог вызывает людей, которые имеют особенное предназначение и особенное служение. Которые имеют дар. Я знаю, что нас адвентистов очень часто там любят почехвостить, так скажу, за Елену Вайт, за то, что вот мы тут к нее вознесли ее в ранг святых или еще каким-то образом. Хотя с другой стороны, в той же церкви пятидесятников есть очень много пророков. Практически в каждой церкви есть люди, которые говорят, Бог мне открыл, я сейчас вам скажу, что Бог мне открыл. И вот к ним относятся как к пророкам, которые сейчас скажут Божью волю. Там, кому нужно на ком жениться, кому нужно как решить тот или иной вопрос. Куда надо всем переехать. Да, и это считается все нормально. То есть я не хочу сейчас как-то с насмешкой относиться. Я уверен, что Бог и сегодня может обращаться или приглашать, или, как я сказал, вызывать людей к особенным служениям. И мы считаем, что служение Елены Вайт, оно тоже было именно таким вызванным Богом. Потому что в тот период церковь нуждалась в таком человеке, который бы помог, выходя из вот этого темного средневековья и периода, когда реформация, она застряла, помог бы двигаться дальше и открывать ту истину, которая была забыта на протяжении темного средневековья. Да, братья, не знаю, помните, или нет, 5 мая 2005 года здесь была целая паника, где один печатник или печатница предвидела войну. Я помню, учился я в каком классе? В шестом, по-моему. И там с ума сходили абсолютно все, закупались еду, вкапывали там, делали бункеры и, ну, было абсолютно, ничего не произошло, как бы. Ну, война произошла, наверное, не здесь и не у нас, а, конечно, где-то война всегда произойдет. Вот, так что, как Роман сказал, очень важно понимать, что эти термины означают сейчас. Апостол, евангелист, порог и, знаете, понимать. И, второе, никто не отменял, в каждом времени, эпохе времени есть ударение на одно, а не на другое. Было время, когда была Елена, и Бог пользовал, как бы, дар пророчества именно через нее. Время это прошло, но мы еще, церковь, пользуют, как бы, ее труды до сих пор. Как бы, в этом, наверное, Дух Святой не видит необходимости еще такого пророка поднимать и говорить, как он говорил, через Елену. Так что, если мы сейчас не видим, это не важно, не значит, что это нет. И, второе, или, точнее, уже третье, если мы его здесь не видим, не значит, что его нет где-то там. Это тоже, как бы, мы, как бы, зациклились, бывает, смотрим через свою, на свою общину. У нас никого нет, значит, не действует. Кто такое сказал? Вот, так что, это тоже интересный, как бы, фактор в анализе вот этих открывков понимать, что не всегда здесь, и не всегда, как бы, это будет актуально, потому что времени-то нет. Ну, и, в общем-то, судя по всему, апостол Павел не приводит здесь законченный список, потому что, если мы смотрим на Коринфянам, первую главу, да? На Римлянам, на Петра. Мы видим там, как он использует эти же моменты, но он там расширяет, вот. И, кстати, о пророках он говорит, как о возвещателях Божьей вести, совсем показывает с другой стороны этот термин, как мы уже здесь упоминали. И о силе чудесам, и о даре исцеления, и о знании разных языков и их толкований. То есть, в общем-то, дорогие друзья, если вдруг вы не обнаружили в себе дара апостола, того человека, который может перемещаться с города в город, или со стороны в страну, чтобы проповедовать Евангелие, не просто проповедовать, а как делали первые апостолы, организовать новые церкви, не расстраивайтесь. Я уверен, что если вы прочтете все послания апостола Павла, молясь и прося у Духа Святого Мудрости, вы увидите, что вас Господь наделил не меньшими дарами. И интересно, что апостол Павел здесь не распределяет дары по иерархии. То есть, если он первым упоминает апостолов, это не значит, что они выше, чем, например, пасты или учителя, или же, значит, пророки. Нет, он просто перечисляет. Потому что среди даров нет некой иерархии. Всякое служение в церкви, оно очень важно, очень значимо. И я уверен, я уверен, друзья, что ваш пастор молится и мечтает о том, чтобы каждый член церкви служил, используя хотя бы один самый маленький дар, который дал ему Господь. И когда это произойдет, вы увидите, что будет происходить в церкви. Потому что цель всех этих даров, тут написано, чтобы мы все пришли в единство веры, в познании Божьего Сына, к той зрелости, которая соответствует зрелости Иисуса Христа. Да благословит в этом Господь, Ему слава за все. Аминь. Мы продолжаем наше изучение 4 главы. Прочтите, пожалуйста, 14 текст. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих в людей в заблуждение. Вот это да. Итак, друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами на основании этого текста решили. А какая же вообще опасность угрожает церкви? Почему апостол Павел так много говорит о дарах, и тут раз и уже проблема. Давайте так, если мы вспомним главную проблему, с которой столкнулся апостол Павел, и которую ему приходилось решать, даже отправляясь в путешествие в Иерусалим, где мы находим первый собор, да, то это была проблема обрезания, правда, среди язычников. То есть это было учение, к которой родом пришло из иудаизма, что те, кто приняли Иисуса Христа, все равно должны обрезаться. Потому что вот как же они станут частью общества народа Божьего, если они не совершили этот обряд. И Павел будет говорить, что это лжеучение, потому что он говорит, если мы спасаемся по благодати через жертву Иисуса Христа, то в чем смысл обрезания? Если мы обрезаемся, то тогда мы не принимаем жертву Иисуса Христа. Ну то есть там есть целая полемика на эту тему и размышления. И мы знаем, что в результате всех этих размышлений на этом соборе Иаков скажет, что, друзья, мы вот все послушали, мы молились, и вот Дух Святой что нам положил? И он скажет, что не надо обрезывать, пускай удерживаются там, ну скажем так, пускай живут в согласии с заповедями Божьими, потому что Слово Божье проповедуется в тех странах уже с давних времен. Мы понимаем, какая проблема была, но мы знаем, что будут и другие ереси первоапостольской церкви. Мы находим в книге Откровения такое движение, как Николаиты. Это те, кто говорили, что главное, чтобы духом мы были с Богом, а плоть это такое, она же все равно умрет, а она все равно в мгновение ока изменится, поэтому если ты там совершаешь прелюбодеяние или еще что-то, это не имеет никакого значения, потому что это просто плоть твоя делает, но дух-то твой возвышен, он тянется к Богу, поэтому вот оно как. Апостол Павел говорит, нет, нет, пускай и ваше тело, и дух, и душа, все будет посвящено Богу. То есть он уже там сталкивался с разного рода ересями, которые люди, не укрепленные в Господе, они думали, точно, наверное, это истина. Проблема здесь, Павел использует вообще вот это хитрым лжеучением, он использует игра в кости, то есть знаете, когда там наперстники, да, угадай, да, и вот это так все ловко делается, что ты в принципе никогда не угадаешь. Здесь то же самое говорится, и на фоне всего, то есть читая бэкграунд или, скажем, контекст, мы видим, говорится о дарах Божьих. Проблема именно в этом. Павел очень четко и ясно хочет сделать акцент, что могут прийти лжеапостолы, лжеучителя, лжепасторы. Ну понимаете, что на них не будет табличка, что он лже-пастор или лже-пророк, или лже-апостол, поэтому они должны понять сразу. И мы видим, что действительно первая христианская церковь первого века, она подверглась очень такими массовыми, скажем, атаками извне в виде проповедников новых, понимаете. Сами понимаете, общество было другое, не было ни интернета, ты не мог проверить, скажем так, на Википедии, а кто такой апостол Павел, он вообще проповедник, нормально или ненормально, понимаете. Приходит человек, одет как пророк, говорит вроде бы как пророк, читает Слово Божие, но вот и постепенно так они начинали первую церковь отодвигать от истины, и мы видим, что к 3-4 веку церковь оказалась уже, к сожалению, далеко, и это Павел уже предупреждал в то время. Для меня это было очень ярко, вот смотрите, детская незрелость, ветер лыжаучения, как урочник говорит. Я вспоминаю время, когда мы были баптистами, и для меня это один из аргументов, как я начинаю разговор с бывшим, ну как адвентист, с другими вероисповеданиями, потому что меня всегда спрашивают, Олег, какая разница между, ну ты же ушел, ну скажи, какая разница? Я говорю, что посмотри, в аптизме же нету, как бы учения, что произойдет в последнее время, же нету ничего. И я вспоминаю, как мы постоянно были голодны, например, передавали друг другу лекции, какие-то классные говорят об откровении, и понятия не имели вообще правду, мы говорили нет, какие-то чипы, 666, какие-то там, ну совершенно каково это, и мы не знали, как проверить, как Василий говорил, нету ничего проверить. А мы, как бы сейчас адвентисты, мы, своего рода, даже избалованы, у нас настолько все прописано, все хорошо, и мы даже не замечаем, как вот это вот, как другое, как бы другие вероисповедания, как они голодны по этому материалу, и не знают ничего, что происходит. И поэтому я эксплуатирую, как бы, это у нас очень-очень правильно, и последовательно, научно, и исторически изложен контент, скажем, последнего времени, мы можем, как бы, хорошо его изложить, и на этом основании представляем. Это, как бы, такой для меня очень яркий пример сейчас, как это происходит в контексте, вот, последних времен, люди, особенно когда был коронавирус, особенно когда, я не знаю, помните, брать или нет, начало 2000-х, когда чипы с 90-х с размером рисовую тут было, и мы даже делали один вечер молодежный, где-то мы пугали, и там, это, пришествия, где все исчезнут прямо так, и эффектно так это делали, и каяли людей. Очень все вспоминают. Абсолютная чушь, ничего этого нету, это самый последний чип, который сейчас в любом, в любых часах и телефоне, как бы, это ничего не значит. Но страхом спасали. Страхом спасали, хотя они об этом говорили, да. И второе, как, насколько это портит людей, ну, как портит, это вот даже в доктринальных элементах, например, что произойдет после твоей смерти. На тобой дедушка смотрит сейчас, и травмирует маленького мальчика или девочку, там, когда они там проказничают, что-то делают, что там дедушка смотрит с бабушкой, и как бы они с этими травмами живут. Вот. Но опять, это детство, да. На самом деле мы же тоже, как бы, становимся, бывает, к сожалению, агентами, как говорится, этой ереси. Так что здесь два, как бы, два урока, насколько я вижу. Первое, мы должны знать, что это есть. И второе, нам нужно себя, как церковь, себя, свою семью, людей вокруг нас, работать активно, чтобы мы научали постоянно друг друга в доктринах наших, в доктринах поиска истины, чтобы мы были постоянно тверды, чтобы когда придет человек, который похож на порока, который говорит правильно, и мы не знаем, или, может быть, он отошел от пути, чтобы мы знали, что он отходит, чтобы мы видели эти индикаторы. Как сказано, будьте готовы дать отчет за вашу веру. То есть мы понимаем, что на самом деле каждый член церкви, каждый христианин должен понимать, во что он верит, и почему, или на каком основании он верит именно так. Потому что, ну, будут разные времена, и если мы призваны благовествовать, то мы должны понимать, что мы делаем. Я с вами согласен. Не зря апостол Павел пишет здесь, завершая предыдущий блок, он говорит, мы должны быть зрелыми во Христе. И сразу после этого говорит, слушайте, ну, сколько уже можно быть детьми? Ну, почему вы настолько беззащитны перед этими ложевыми учениями, да? Вот это слово, хитростью своей совращают в заблуждение. Как это похоже на то, о чем пишут на Укровение? На то, о чем мы читаем, что произошло на небесах. То есть методы одни и те же. Хитростью приводит в заблуждение. Вы так много и хорошо мне рассказывали про те заблуждения и хитрости, которые были в первом веке, когда апостол писал это послание. Ну, мы с вами ходим в общину. 21 век, братья. Какое обрезание? О чем вы говорите? Может быть, какие-то конкретные примеры приводят с сегодняшнего дня? О чем, дорогие друзья, вы переживаете, когда приходите в свою общину? Может быть, уже эти все ветры утихли, и мы с вами уже давно не младенцы? Мы можем смотреть на этот вопрос, беря во внимание все христианство и, как Илья говорил, о тех проблемах, с которыми он сталкивался в аптизме, а можем сосредоточиться именно на адвентийской церкви и смотреть, а какие вопросы тут, дискуссии возникают в последнее время. Если мы говорим, например, последние поколения, но опять-таки это даже зависит еще от страны, от региона, потому что где-то свои проблемы возникают, где-то свои проблемы. Мы знаем, что, например, территория бывшего Советского Союза или, как мы говорим, евро-азиатский дивизион, кто бы ни говорил, но там удар был сделан или акцент на законничестве. И вопрос благодати приходит к нам только в конце 80-х, когда мы начинаем общаться больше со всемирной церковью. Иногда мы начинаем понимать, что все же оказывается это благодать, а не исполнение заповедей и суббота и все остальное. Хотя мы уже знаем, одно другое не заменяет или не упраздняет, но все равно правильное понимание этого вопроса. Последнее же время мы сталкивались вот с этими вопросами, а является ли Иисус Христос Богом, или это Сын Божий, а Дух Святой это Бог или это Сила Божия. Вы замечаете, как это начинает крутиться и в наших кругах, и появляются какие-то книжечки, брошюрки. Ну и это те вопросы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Итак, друзья, я уверен, что если мы будем внимательно читать Священное Писание и Послание апостола Павла Вифес, вот это слово, фраза, одна вера, насколько она подразумевает многообразие? Может ли быть так, что я верю в Иисуса Христа, как в Бога и моего Спасителя, а мой брат, который сидит ядышком со мной, говорит, нет, ну это первое сотворенное существо? Или же кто-то из нас верит, что Эллен Уайт был дан дар пророчества, и она была тем пророком, который должна приготовить была церковь к особой миссии, а кто говорит, да нет, она была обычной писательницей. Наверное, это те вопросы, над которыми нам нужно подумать. Каждому в молитве. Потому что единство церкви начинается с единства в вере. И очень важно, чтобы мы не столько увлекались сложными учениями, насколько важно, чтобы мы знали истину. И чем лучше мы будем знать истину, тем легче нам будет отличить подделку. А подделок будет много. И Христос об этом предупреждал. Придут вам лжехристы, лжепророки. Будьте готовы. Итак, братья, мы практически уже завершаем наше сегодняшнее размышление. Буквально два текста. 15 и 16. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой, и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями. И все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Вот когда вы читаете этот текст, первая мысль, которая мне приходит в голову. Вот такое ощущение, что вот эти два текста, это как раз таки и есть лекарство, или тот метод, способ, который предлагает апостол Павел, для того, чтобы нам защититься от этих ветров ложных учений. Что для вас значат эти слова? Будем вместо того. И как вы видите, как мы можем использовать вот эти тексты, чтобы наша сегодняшняя церковь, та церковь, в которой вы находите, дорогие друзья, мы совершаем служение. Как она могла бы защититься от этих ветров ложных учений? То есть к чему стремиться? Я так тут нахожу. Вот это вопрос, который сегодня каждый христианин должен себе поставить. К чему я должен стремиться? И тут вот 15 стих и говорит. С любовью говорить истину и возрастать, стараясь отражать характер Иисуса Христа в своей жизни. То есть знать истину, чтобы ее говорить, делать это с любовью и самому стараться отражать Иисуса Христа в своей жизни. Если эту цель поставит перед собой каждый христианин, то вот тогда это тело, церковь как тело, она будет едина, гармонично развиваться, заботиться друг о друге, расти, не будет болеть и будет выполнять ту функцию, которая ему призвана. У меня напоминает, как бы опять, смотря вот 16 стих, из которого все тело составляемое, совыкувляемое посредством всяких взаима и пошло и пошло. Я вспоминаю, когда мы на работе получили 30 тысяч планшетов от большой телекомпании Verizon, и нам нужно было ее провернуть как можно быстрее. Сами понимаете, если даже перепродать их за 1 доллар, то прибыль уже 30 тысяч, ну это уже 30 тысяч прибыли. Неужели мы пожертвовались в местную общину? Вот. И у нас было в компании очень много отделов. И очень мы, наша была задача, это очень эффективно, все быстро и так, чтобы очень вот этот поток этих 30 тысяч планшетов был очень-очень минимальный. И есть люди, которые очень-очень хорошо их вычищали, потому что это были уже БУ в использовании, они бывали не совсем в чистом состоянии. Другие специализировались в ремонте маленьких запчастей, чтобы восстановить. И мне кажется, вот совокупление вот этих вот процессов, и мы относительно очень быстро все это сделали, конечно, были свои задержки, были свои проблемы, но каждый отдел знал, что он делает. Мне кажется, вот в церкви, вот признать свою слабость, вот даже в любой компании, вот. Я это не делаю, пускай он сделает, он лучше это меня делает, я лучше свое сделаю. Признать церкви то же самое. Я это не могу делать, пускай другой сделает. И вот дать вот поток вот этому процессу для главной цели, чтобы возрастать, возрастал все тело. Для меня вот эта вот связь так вот, очень так органично подходит. Я в этом, наверное, вижу, потому что я занимался этим, как бы, и для меня это очень ярко. Спасибо, Илья. Здесь Павел говорит четко, ясно, получает переращение для созидания самого себя в любви. То есть, Павел четко говорит, что будучи только в церкви, ты сможешь достичь того состояния, единства со всем организмом при твоем желании. Потому что, если ты приходишь в церковь, и ты постоянно критикуюсь, и тебе постоянно не нравится все, ну, ты не можешь быть частью этого тела, понимаешь? То есть, это сразу явно. Поэтому Павел четко и ясно говорит, что через Христа, через любовь, мы можем соединиться, прирасти, и тогда мы будем созидать самого себя. То есть, ну, как бы, мы будем возрастать в любви, в знании, в взаимоотношении друг к другу. Когда я хочу, когда я буду. Иногда люди приходят в церковь, они всегда спрашивают, а что мне церковь даст? Это неправильный вопрос. Надо сказать, а что я дам этой церкви? Понимаешь? Если ты ожидаешь любви от этой церкви, так ты принеси любовь в эту церковь. Если ты ожидаешь какого-то познания, так ты принеси какое-то познание, понимаешь? А то мы всегда потребители, мы хотим вас принимать. Я сяду, чтобы меня хорошо развлекали, мне было приятно. Нет, церковь так не работает. Это не театр, это не шоу, это церковь, это единый организм Иисуса Христа, который работает за счет того, что каждый член этой церкви, он что-то делает, он что-то приносит сюда. Итак, друзья, апостол Павел говорит, что придут люди, которые принесут своей хитростью совращения и заблуждения. Но он обращается к этим людям, он говорит, но вместо того, чтобы приносить эту хитрость, эти совращения и заблуждения, лучше займитесь тем, что будете возвещать истину в духе любви. Мне кажется, это лекарство, друзья мои. Мы очень часто зациклимся на вопросах, которые сегодня нам мало открыты, о которых мы сосредотвачиваем свое внимание. И наши служения, наши встречи в церкви могут превращаться просто в, как апостол скажет, бабские басни, о которых нужно удаляться. Мы пытаемся процедить комара, найти какую-то мелочь. Апостол Павел говорит, нет, подождите, ребят, успокойтесь, идите и проповедуйте Евангелие. Вот проповедь Евангелия, это то лекарство, которое нас ставит на колени, делает нас смиренными, делает нас кроткими, потому что мы постоянно встречаемся с кем-то сложностями, делает нас более зависимы от Духа Святого, потому что мы сами не можем, вот как братья мои говорили сегодня, мы не можем этого делать сами. Мы признаем свою слабость и бездарность, и только прощая силы у Духа Святого, мы получаем возможность делать самое важное. Это самое главное служение другому человеку рассказать о любви Христовой. Мне очень хочется, чтобы вы попробовали, если вы еще этого не делали. Там может быть страшно, там может быть вы стесняетесь, просто попробуйте кому-нибудь рассказать, насколько Бог сильно полюбил вас и любит Его. И я уверен, вы испытаете огромное наслаждение. И ваша церковь изменится, друзья мои. Если каждый из нас начнет благовествовать, делиться этой вестью, мы изменимся, мы перестанем смотреть друг на друга, мы перестанем показывать пальцем, мы говорим, посмотри, он такой, он сделал то, он сделал все. Все наше внимание, посредоточено на Иисусе Христе и на возможности проповедовать Евангелие. Давайте помолимся. Отец наш, дорогой Господь, мы безмерно благодарны Тебе за то, что Ты основал на этой земле церковь свою. И сегодня мы говорили о том, как Ты сравниваешь ее с телом. Это очень сложный механизм, очень сложный организм, который функционирует, у него одна задача, одна миссия, одна цель проповедовать Евангелие. Мы благодарны Тебе за то, что Ты глава этого тела, Господи. И каждый из нас, часть этого тела, мы здесь не для того, чтобы быть паразитами, чтобы что-то получить, чтобы что-то выпить для себя из этого тела. Нет, Господи, мы здесь, чтобы Ты использовал нас для возрастания этого тела, до полного возраста Христа, для совершенствования этого тела, в том числе и каждого из нас, как частей этого тела. И мы просим Тебя, чтобы Дух Святой почил на нас, на наших церквях, и чтобы мы горели и хотели проповедовать всем кругом о Тебе, нашем великом Боге. Во имя Иисуса молим. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова